Блок флейт это то, с чего начинают все будущие профессиональные музыканты-флейтисты. От обычной она отличается тем, что ее изготавливают не из металла, а из дерева или пластика. Флейта и блок флейта это совершенно разные инструменты. У нас специально преподаватель есть по флейте, но поскольку приходят дети в классы к каждому преподавателю в возрасте 6-7 лет, то приходится их обучать на блок флейте, потому что нужно ждать, когда у ребенка вырастут зубы настоящие, не молочные, а настоящие. Конкурсов для тех, кто играет именно на блок флейте не так много, а вот потенциальных участников огромное количество. На этот раз в Лесногородскую школу искусств приехали дети из 18 городов Московской области. Максимальный возраст участников 9 лет и большинство из них впервые играют на такой большой сцене. Чуть-чуть вот боялся ехать, ну страшно вот, вдруг ошибусь. Я думаю, чтобы хорошо сыграть. Я испытываю такое волнение, ищу страх. Несмотря на волнение, держались юные музыканты как настоящие взрослые артисты и выступили вполне достойно. Критерии отбора победителя довольно строгие. В состав жюри вошли ведущие специалисты учебных заведений Москвы и Московской области, среди которых Российская Академия Музыки имени Гнесиных, Московская Государственная Консерватория имени Чайковского. Дети очень разные, и я всегда приветствую, когда человек просто участвует в данном мероприятии, это значит, что он что-то над собой сделал, что-то выучил. Но не у всех, конечно, получается. А уровень, как всегда, есть вот, которые получили первые места, они довольно яркие, а есть вот участники, которые всего лишь участники. Победителем в младшей группе до семи лет стал Илья Крысин из Лесногородской школы искусств. В средней до восьми Алиса Анциферова из Фрязинской детской музыкальной школы. Среди старших участников лучшим стал Арсений Бурков из города Видное. Другие ребята тоже не остались без подарков и дипломов, ведь конкурс блокфлейты «Волшебные звуки» – это старт для всех начинающих, кто хочет достичь профессиональных высот в игре на духовых инструментах. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одиншова.